В Таиншинском районе шумно, весело и с размахом отметили 90-летие товарищества Алабота. Племзавод играет важную роль в развитии животноводства страны. Ведущее предприятие славится своими показателями, технологиями и, конечно же, людьми. Отметить почти вековой юбилей собрались гости со всей республики. Также в этот день состоялось награждение передовых сотрудников и ветеранов предприятия. На торжестве побывала и наша съемочная группа. ТО «Племенной завод Алабота» организован в 1932 году. Сегодня товарищество успешно занимается растеневодством и животноводством. Сейчас на предприятии выращивают свыше 4000 голов КРС. Сельхозформирования идут в ногу со временем, не забывая опыт старого поколения. Мы стараемся уделять особое внимание нашему селу, потому что люди – это самая-самая движущая сила нашего предприятия. Как говорится, если будут люди достойно жить, значит и предприятия будут достойно существовать. Поздравить с юбилеем племзавода собрались представители республиканских и общественных палат, руководители крупных сельхозтоваропроизводителей, депутатский корпус. Село на таком услугу всегда – это, как говорится, сердце Казахстана, потому что здесь наша порода голоботинская есть. Наша порода, она никуда не утекла, поэтому хотелось бы пожелать добрых благ, здоровья, благополучия. Юбилей – хороший повод отметить тех, без кого успех предприятия не был бы возможным. Ветеранов труда и действующих специалистов наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. В ТО «Премзавод» я работаю с 2002 года. В данный момент я работаю выполняющими обязанностями главного зоотехника, то есть отвечаю за животноводство. Так как у нас животноводство – это, как считается, приоритетным направлением в нашем ТО, поэтому очень много работы, но мы стараемся справляться как-то. ТО – один из ведущих племзаводов по Казахстану. Всю социальную сферу племзавод «Алабата» берет на себя. Нужды каждого сельчанина учитываются. Такой подход замечен и в организации праздника. Интересы населения учтены – это и детские развлечения, спортивные соревнования и досуг для старшего поколения. Это великое счастье, что моя земля, где я родилась, сегодня отмечает такой большой праздник. Это ощущение внутренней души, и хочется ей сказать, чтобы она просветала, процветала и процветала моя земля. В 1932 году Косовкоз Белоголовый организовался, племенной. Ну, конечно, у нас очень мы рады, вот знаете, вот сейчас столько встретили, люди радостные. А совхоз облагородили, построили асфальт, прогулки все. Всем спасибо руководству совхоза, всем сторожителям долгих лет жизни и всего наилучшего. Спасибо руководству ТОО за такой праздник. Они в будни о нас беспокоятся и на праздниках не забывают. Все очень нравится. С каждым годом компания уверенно идет только вперед. В планах увеличение маточного поголовья до 3000 голов. Заниматься племенной селекцией. Реализация пойдет на весь Казахстан. Наталья Яитова, Урал Амренов, Служба новостей.